сегодня я продолжу рассказывать про sim connect как я думаю из того что изображено на экране можно догадаться сегодняшняя тема будет посвящена более сложному вопросу продолжение предыдущих двух тем звук я уберу чтоб он не мешалось потому что все равно лететь естественно я на пмдеже 737 никуда не собираюсь а вот рассмотреть вопрос управление sim самолетом сегодня как раз таки и планируем но для этого я возьму не продолжу работать с той самой заготовкой которая была предыдущие два раза на тех для тех кто наткнулся на это видео впервые у меня на канале все по плейлистам и предыдущие две части перед тем как смотреть эту рекомендую посмотреть все ж таки их потому что некоторые вещи я сейчас буду естественно пропускать те которые я сказал прошлые разы и прошлые две части в данном случае вопрос заключается в более сложном варианте ну а может он и не очень сложное получение данных во первых что надо сделать при работе с пмддж ну пример 737 как наверно самый распространенный в общем то 777 и 747 аналогичный первый мы должны разрешить самолету отдавать нам данные для этого идем в каталог пмддж 737 ngx находим файлик 737 ngx options и и в нем в самом конце этого файла добавляем ровно то что соответственно я написал вот здесь без этого просто передавать данные он никому не будет данный самолет и первое что надо нам для подготовки дальше я оставил те же самые заготовки то есть в общем то заготовка соединения с некоторыми стандартными подписка на стандартные события для того чтобы представлять как чего работает оставил стандартные вещи с точки зрения заголовки самолет заголовка самолетов получения данных по его координатам высоте и курсу магнитному дальше дальше собственно говоря во первых все все данные которые у нас получается из 737 это не какое-то шаманство есть в каталоге стандартные установки 737 каталог sdk в нем под c++ есть пример файла в котором расписывается как собственно получать данные но я сейчас останавливаться на этом не будем не буду хотят части по просьбам в общем то части моих подписчиков некие параллели проводить с си плюс плюс для того чтобы проще было возможно потом адаптировать какой-то код сразу скажу что здесь вот второй файл заголовочный в нем очень хорошо из него копируется структура структура данных и структура контролов то есть тех событий которые управляют свойствами самолета но если мы посмотрим повнимательнее на гитхаб ну я думаю те кто программирует все знают прекрасно этот сайт мне тут в общем попались два проекта один 7 flight sims fly симулятор интерфейса второй pmdg connect но несколько удивило то что автора обоих проектов используют благополучно еще промежуточный си плюс плюс класс pmdg wrapper который соответственно у них делает некоторые действия у них их оболочка через нативный интерфейс вызывает библиотеку написано на си плюс плюс который по сути своей чуть ли не делает ровно то же самое чего делает исходный код вообще несколько странно видеть такие проекты на понятно гитхабе хотя наверно там всякое встречается просто если повнимательнее я его для этого специально открыл посмотреть на проект который все плюс плюс написано именно его мы возьмем за основу то в общем то вот инициализация блок инициализации данного проекта и первое что они делают это с этап data connection то есть установка подключение через sim connect собственно говоря то есть процедуры и что и для чего я это все открыл процедуры которые используются на си плюс плюс если из них выкинуть sim connect нижнее подчеркивание это будут собственно говоря те самые процедуры которые используются у нас в си шарпе то есть что собственно говоря буду делать я во первых я забрал оттуда класс sdk созданного шури коль он был создан целиком то есть создал отдельный класс не я его создал естественно его создали те самые авторы я его чуть-чуть модифицировал модифицировал я в плане чего то есть тут есть две здоровенные структуры первая из них называется структура с данными ngx data structure айдишник ее внутри данных самолета pmdg ngx data и вот если ее тут покрутить неким образом то вот она она у нас где она у нас кончается кончается зарезервированным неким количеством байт суть собственно замены это то что у нас вот после вот это вот переменной еще класс старый после сервис пока второго появилось еще вот такое вот количество данных которые у нас отвечают за разные начиная от дверей установки давления и так далее до расцветки интерфейса кабины все это устанавливается было получено вот они эти две переменные точнее 4 если быть точным все это устанавливается также через sim connect если есть желание все названия подписаны некоторые вещи и комментарии написаны не мной а написаны они тем самым pmdg это вот первая структура с данными сейчас я ее сверну чуть-чуть и вторая маленькая совсем структурка она с контролами на самом деле под контролы здесь есть отдельный pmdg эвенс список который соответственно вот расписывает просто гигантское количество всяких всевозможных событий которыми мы можем управлять в pmdg то есть здесь их несколько сотен насколько я понимаю поэтому собственно все это в исходниках будет опять же говорю это создано не мной это портировано людьми из тех файликов на си плюс плюс то есть вот из этого заголовочного файла и еще для чего это рассказываю потому что этот видеоролик я надеюсь посуществует некоторое время и естественно pmdg за это время может проапгрейдить свой самолет вот новые переменные сервис пака второго который собственно откуда я их уже добавлял еще вот у них зарезервировано 156 байт для дальнейшего развития также все события которые обрабатываются в самолете вот они все присутствуют здесь их просто надо привести в соответствие если пишем понятно на си шарпе соответствие си шарп то есть это вот ровно то же самое только в другом представлении ну а теперь вернемся назад собственно простая вот это я все пропускаю потому что это есть в первых частях заготовки предназначенной вообще для работы симконнектом никаких промежуточных си плюс плюс классов понятно я использовать не буду зачем нужно когда симконнект и так меняется постоянно в общем то можно компилировать проект по мере надобности меняя понятно в ссылках библиотеку симконнекта то есть сейчас у нас 4.1 версия будет потом наверное какая-нибудь другая но не суть в этом так я вот отдельно тут взял пространство для того чтобы прописывать именно то что у нас связано с PMDG и будем смотреть параллельно в соседний проект что же у нас в интерфейсах и первое как я уже сказал MapClientData to ID мапируем два соответственно пространства имен вот они MapClientData IDшники нам известны из соответственно описания структуры опять же в том же C++ например и так далее то есть первый IDшник называется внутри пространства имен PMDG NGXData делаем на него ссылку этот адрес тоже взят а тут же из заголовочных файлов C++ то есть если посмотреть на них то эти данные у нас вот они здесь находятся в H файле все в общем-то берется оттуда только здесь понятно дефайнами задаются поскольку это C++ а у нас они задаются понятно в обычном порядке доступном для C-Sharp задали их смотрим дальше по C++ классу здесь они еще по дороге определили размер соответственно блока данных с данными автологи понятно получается передаваемыми самолетом и задаем ту же самую тот же самый заголовок задаем client data то есть связываем описатель данных который мы тоже имеем из заголовочного файла то есть вот ссылка в памяти где он находится адрес по сути своей привязываем ее к нашему сим-коннекту ну вот собственно говоря две вот этих строчки то есть addcline data definition то есть задаем описатели эти у нас те же самые переменные data definition control definition следующее действие в C++ это вообще собственно говоря request данных уже соответственно то есть получить данные команда в C Sharp есть особенность помимо действий которые были в C++ еще необходимо зарегистрировать структуру данных регистрация нужна для того чтобы выделить пространство в памяти в которой собственно и через которое будет осуществляться обмен данными с этой структурой то есть вот производим регистрацию двух пространств имя записывая в них наши структуры которые вот в этом SDK-классе у нас заданы ну и собственно говоря завершающий этап во-первых надо понятно подписаться на события получения этих данных вот оно оно ничем не отличается от предыдущей части получения данных по идентификаторам или получения каких-то ивентов то есть получаем данные и в этой данной структуре у нас приезжает массив в котором первый элемент содержит всю информацию либо по данным самолета либо по поведению структуры контролов надо единственно не путать понятно что контролы в данном случае не контролируют поведение самого как таковой самолета а контролируют наши действия которые мы будем чуть позже делать с этим самолетом то есть вот эта вот вторая структура нужна скорее для контроля прохождения информации по управлению нами самолетом а не контролю поведения самолета для этого используется понятно структура вот эта с данным ну здесь как задавать эти структуры единственный нюанс понятно здесь вот на этом многие спотыкаются поскольку формат ну судя по буржуйским форумам где хоть чего-то есть на наших форумах я вообще не обнаружил ну кроме пиара некоторых людей которые там великую вещь сделали дернули тот c++ квас подключились к нему и чего-то там отжали из самолета вот здесь надо понимать что вот в этом реквесте данных мы связываем между собой айдишник который ссылку на структуру который мы привязались ссылка на сам как таковой реквест то есть это наша ссылка по которой нам будут давать идентификацию при передаче данных с описателем данных которые мы задали в вот этом вот в описании дефиниции ну если так можно сказать то есть вот связь между собой этих трех параметров и дальше в общем-то установки флагов по которым определяется как мы эти данные планируем получать флагов этих несколько есть флаг не получать никогда то есть для установки структур которые мы чисто технически сделали для чего-то для допустим передачи данных как вот это вот кстати говоря вторая структура у нас в основном будет использоваться для этого но так как я по ней еще контролирую отработку этих данных то естественно я ее установлю onset положение onset это когда данные подготовлены once это получить данные один раз получать данные second каждую секунду и получать данные при смене кадра то есть это гораздо чаще понятно и вообще собственно говоря весь этот инум идет сверху вниз то есть visual frame это сколько у вас фпс будет выдавать симулятор на каждом фпс вы будете получать данные ну обычно это во внешних программах нафиг не надо грузит очень сильно процессор и так далее максимум нужен секунд ну может быть в каких-то крайних случаях вот это ну только не в нашем onset это когда данные подготовлены в общем такой среднестатистическая такая вещь средней температуры по больнице если можно выразиться ну собственно и все описываем события получения данных здесь можно в этот момент времени в общем-то чего-нибудь куда-нибудь нам вывести чтобы убедиться в том что данные приходят хотя конечно можно и под отладкой посмотреть увидеть что они естественно есть и сразу здесь оговорюсь не надо путать с описателями вот этого дефиниции общих данных по клиентскому объекту то есть это годится для любого самолета а вот это все описывает конкретный PMDG естественно по-хорошему надо проверять а PMDG или его пользователь загружен чтобы запускать все вот это вот дело хотя писатели можно и так конечно заткнуть то есть собственно вот эти вот принципиально запускать не запускать запросы которые получают данные естественно если у вас не PMDG а что-то другое то что вы тут получаете и вообще свалитесь не свалитесь по ошибке это большой большой вопрос и в конце уж я загляну в C++ код здесь вот setup data setup control описывается аналогично абсолютно образом но это закрытие соединения по сути дела получение параметров из sim connect эффекта и вот собственно сама процедура которая несколько понятно отличается switch и кейсы от того что в C-Sharp поскольку тут обрабатывается вообще все в одной единственной единой структуре данных а у нас это все разбросано в некотором смысле по разным структурам то есть это в общем то вот этот наш небольшой кусочек обработки он здесь находится вот в этих вот двух кейсах я поставил парочку окошечек собственно говоря которые у меня будут получать данные из MCP MCP Altitude MCP Haring напомню если уж для совсем маленьких или еще каких-нибудь то есть это вот собственно говоря те самые данные откуда мы их получаем MCP это сокращение от управления автопилотом то есть вот все данные связанные с ним начинаются таким образом ну а из системы понятно противообледенитель ну и так далее электрико-электрическая Flight Control соответствующим образом названо в общем все доступно ладно не суть в этом запускаемся вот у нас наш о что это я сделал наш сим поставим окно чтобы было в общем-то видно connect видим что 10000 и вот они 10000 и курс у нас 0 так у меня почему-то комп решил что обслуживать препар вообще не обязательно это какая-то вспомогательная программа поэтому FPS упало до 6.5 это в общем-то исходя из того что загрузка процессора 6 процентов от препара ну ладно не тем я занялся разговором и вот я начинаю крутить курс сейчас конечно плохо видно проще запустить один раз посмотреть и здесь у меня ровно прямо параллельно тому как я устанавливаю здесь курс у меня он крутится и здесь то же самое разумеется из курс господи крутил высоту заболтался хайри ну вот он курс и вот он курс у меня устанавливается здесь то есть все данные если сейчас тормознуть наш процесс получения информации здесь вот допустим поставим точку остановок постоянно вот она крутится делегаты поставил инвок метод если вдруг это будет работать в каком-то потоке в основном потоке понятно это не суть обязательна но вообще для порядка метод обработки потоков я включил и собственно говоря ну что-то мне не хочет а правильно я же в потоке нахожусь сейчас тормознёмся здесь теперь видим данные вот она приехала структура и в этой структуре вот собственно говоря у нас набор данных по всем параметрам самолета некоторые данные в массивах находятся типа EFIS Control ну не суть важно в чем в каком виде они именно тут находятся в общем вы тут можете в реальном времени получать много 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 информации тут упаришься листать нужна ли она вся или нет большой-вольшой вопрос резервы 156 кстати если посмотреть они резерв как-то используют то есть еще не все описатели есть еще видимо что-то было после второго сервис пака добавлено но у меня уже на это описание нет я не думаю что там что-то такое сверх важное то есть вот данные мы получим из SEMA из PMDG из 737 получаем небольшой нюанс по получению данных типа boolean ну допустим я взял для примера flydirector то есть если посмотреть его здесь то весь формат данных хранится во-первых в данном случае в нулевом элементе вот это вот у нас массива два flydireтора соответственно вернее нет это здесь для левого flydireтора и соответственно хранится он естественно в виде 1.0 то есть надо приводить к boolean виду ну это просто уж так совсем уж нюанс как хранятся по структуре данных ну вот flydirector если я включаю галочка появляется если я выключаю галочка понятно не исчезает теперь собственно дальше как происходит процедура записи у нас в все это безобразие опять таки смотрим сим интерфейс только не h нам нужно c плюс плюс файл и здесь по большому счету я обнаружу где она была у нас есть процедура она она так event ид вот ну по сути делу процедура вся наша записи данных в c++ реализован то есть создается элемент типа control который ссылается в данном случае на местный ином pmdg controls у нас будет на наш созданный нами то есть это выглядеть будет следующим образом вот она эта процедура переписана уже на манер c-sharp ну во-первых я проверяю что сим коннекция по себе существует он открыт а то сам наступая на грабли соединение не забыл нажать а уже тыкаю пытаясь чего-то установить дальше создаем элемент класса pmdg controls про который я говорил в котором 2 миллиарда событий 2 миллиарда ивентов присутствует и передаем ему собственно сам ивент то есть то событие которое мы хотим установить и параметр с данными данные всегда приводится к юнту ну про это я говорил в предыдущих частях как допустим частоту радио переводить к этому самому событию и собственно дальше ссылка на наш control айтишник который мы должны естественно вот до этого кстати говоря создается структура должна быть с контролами создана описана и зарегистрирована до того как вы начали чего-то пытаться передавать самолет иначе он просто не поймет чего от него хотите definition пара флагов и в конце мы отдаем собственно вот эту вот структуру нашу событиям с данными в общем все при записи как всегда достаточно просто ну а теперь собственно попробуем что-нибудь сделать авто троттл для примера я кнопочку взял передавать параметры вообще элементарно то есть вот кнопка включить ноль выключить единичка казалось бы наоборот надо ну там вот таким вот образом реализовано то есть event mcp то есть автопилот авто троттл arm switch ну в общем читается из названия событий с некоторой практикой это вообще легко все определяется так вот она он наша наш переключатель не забываем соединиться что я сам все время забываю нажать то есть чтобы создал sim connect и нажимаем авто троттл он авто троттл офф ну вот примерчиков сейчас еще пару нарисую ну попробуем для разнообразия покрутить с нашей программы теперь курсом и высотой обращаю единственное небольшое внимание что всегда надо следить за структурой данных что у нее передавать то есть в данном случае вот если мы уменьшаем значение то уменьшать его на десятички на десять тысяч аж а увеличивать на end min value то есть это минимальное значение равно фиг знам сколько если так не приводить число понятно там все битовое поэтому есть нюансы но на самом деле они как раз таки с ними обычно проблем не возникает можно если что где-нибудь подсмотреть так соединяемся и смотрим понятно на курсы на высоту то есть вот я начал крутить благополучно курс а вот теперь прибавляя по сотне высоту ну вот собственно говоря что я хотел при этом понятно могу получать еще и значение данных по самолету который хотя иногда бывает конкурентная у них зависимость между получением информации а вот еще чего хотел сказать здесь вот когда мы получаем данные для чего собственно делал вот этот второй описатель которым не стал пользоваться пока если мы его поставим сюда точку останова сейчас я уже самолет показывать не буду я думаю и так всем понятно что там все крутится подключаясь к самолету и вот когда я устанавливаю какой-то элемент допустим 8 вот если посмотреть сюда то здесь вот в данных у нас сейчас будет ровно тот объект который я загнал туда то есть вот это вот космическое значение на самом деле ничего в нем космического нет это я крутанул на минус но не это важно вот второй раз точка останова остановилась и здесь нам приехал 0-0 это означает что соответственно событие внутри самолета отработало то есть вот это вот кейс с получаемыми информацией по контролам предназначен в первую очередь для контроля все больше сюда мы уже не попадем пока не сделаем еще какую-то команду то есть событие отработает два раза первый раз оно нам вернет ровно то что мы пытаемся загнать в сим а второй раз уже то что данные наши переданы то есть когда с нулями обычно так реализует контроль обратную связь так скажем за передачей данных по получению события по получению данных связанными с вот этим вот control definition то есть в данном случае тут у нас такая вот ну я думаю достаточно там если хотите более расширенной версии да проекты на гитхабе существует там правда как я уже сказал не чисто си шарповские проекты но не суть в этом нам и на этом я думаю работу с информацией по получению передачи данных в 737 PMDG получен закончен И